Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Анапе прошел митинг памяти жертв теракта. Главная безопасность – остальное дело житейское. Уроки безопасного движения проводят в школах инспекторы ГИБДД. Есть люди в нашем городе, чьи судьбы как звезды. Их биографии и достижения неразрывно связаны с развитием Анапы. В ее санаторно-курортном комплексе уже не одно десятилетие. Имя генерального директора лечебно-диагностического центра «Дилуч» Веры Стефановны Севрюковой ассоциируется одним из передовых во всех смыслах учреждения. Известно это имя и на российском, и мировом уровне. Огонь, вода и медные трубы испытывали эту женщину, врача и руководителя, на прочность не раз. Но она с достоинством вот уже 42 года ведет свое предприятие к успеху и признанию. Поэтому в день юбилея глава города Сергей Сергеев пришел поздравить именинницу вместе со всеми своими замами и помощниками. Красивая женщина и красивые цветы. Вы человек значимый. И вот честное слово, я утро сегодня все время думал, как это будет. Вот. И все время мысль одна преследовала меня, вот честно скажу. За полтора года, я почему начал об этом говорить, не было ни одной жалобы на работу девочек, которые бы попали ко мне по различным источникам. Хотя другие руководители не было. Вот я не помню во всяком случае. Хотя другие руководители меня убеждают, что вот есть объективные причины, есть привередливые люди, которые привередливые отдыхающие. Да, их много, много привередливых. Но с каждым можно найти общий язык. Мы же тут их оглаживаем, тут на этом уровне. Чтобы они не пошли. Вы пример всего. И я, вручая вот эти почетные знаки внимания, еще раз хочу выразить вам благодарность за то, что вы делаете для Анапы. Ну, а самое главное, поверьте, рука у меня легкая, Вера Стефановна, здоровья. Биография Веры Стефановны тот самый случай, когда человек выбрал раз и навсегда свою любимую профессию. В ее жизни, как и у всех начинающих, были съемные квартиры и общежития. Может быть, поэтому она чутко реагирует на заботы и проблемы своих подчиненных. А еще на депутаты ее служение людям многогранное и оценено по заслугам. Спасибо. Вы, Золотой, прекрасный человек. Спасибо. Талантливый, грамотный руководитель. Спасибо вам за помощь, за всю добру. Спасибо. За юбилейным столом в кабинете именинницы сегодня одна делегация сменяла другую. Это прекрасный повод сказать талантливому руководителю, что она пример для подражания. И в том, как она умеет вести дело, с какой гордостью и достоинством представляет Анапу на мировом уровне и продвигает ее как курорт, а еще при всей своей строгости и требовательности, Вера Стефановна умеет не конфликтовать, а созидать. Для меня главное – это медицина, для меня главное – это курорт, для меня главный коллектив, в котором я работаю. Я много сделала для развития курорта. И вот сейчас мы едем в Казахстан делегацией Анапской, буду там выступать с докладом об Анапе. Мы звать их сюда. Сбитый фонарный стол, поваленное дерево и дыра в заборе, точно по размеру легкового автомобиля. Результат аварии на улице Астраханской. Иномарку достали и вывезли эвакуатором. Пока сотрудники ГИБДД не дают никаких комментариев, подробности о ДТП мы дадим завтра, по проверенной и достоверной информации ГИБДД. Отметим, сразу после эвакуации автомобиля специалисты ремонтно-аварийной службы приступили к восстановительным работам. По результатам прямого эфира, проведенного с читателями газеты «Всё для вас», заместителям главы города Светланы Владимировны Яровой, практически на все вопросы анапчан найдены решения. Об одном из них в нашем сюжете. Забор, огораживающий стройку у ЮСТК, которая пришла в свои деятельности к банкротству, тоже со временем пришел в негодность. Жители Крыло-18 звонили на прямой эфир газеты «Всё для вас», чтобы до начала зимних ветров восстановили забор, представляющий угрозу безопасности жильцов дома. Заместитель главы города Светлана Владимировна Яровая побывала на стройке сразу же после разговора с людьми и нашла решение. Сегодня восстановлены последние метры ограждения. На данном семейном участке производила строительно-монтажная работа Южно-строительная коммуникационная компания. В связи с тем, что в настоящее время данная компания находится в процедуре банкротства, надеяться на их помощь в решении данного вопроса не пришлось. Администрация вынуждена была обратиться к добросовестному застройщику Батурину Сергею Альбертовичу за решением данной проблемы, на что Батурин отреагировал и привел ограждение строительной площадки в надлежащий вид. Глобальная реконструкция сквера в районе школы номер 5 продолжается. Сейчас ведутся работы по замене тротуарной плитки. О том, какие еще предусмотрены изменения в зеленой зоне и когда планируется завершение благоустройства, расскажем прямо сейчас. Анапчане и гости курорта с пониманием переживают временные неудобства. Обходят рабочую бригаду и с интересом наблюдают за процессом. Рабочие демонтируют бордюры, снимают старую разбитую плитку. Она пролежала почти 30 лет. На необходимость благоустройства сквера у школы номер 5, внимание городских служб обратил глава Анапы. Начались работы. Муниципальное бюджетное учреждение Римстрой проводит работы в сквере на улице Карымского пятой школы. В августе месяце было уложено 350 квадратных метров плитки. Были проведены подготовительные работы к 1 сентября. В период до 15 октября на данном объекте собираемся уложить 650 квадратных метров плитки, 400 погонных метров поребрика, 40 метров бордюра и закончить все работы, скажем так, в срок до 15 октября. Здесь планируется провести озеленение, уборку стаи хвои и досадку кустарников. Кроме того, еще будут проведены работы по установке световых фигур. Людмила Костюлин ожидает встречи в назначенное время в сквере. Под тенью деревьев не жарко. Единственный временный недостаток – нет скамейки. Я жду тут, мне надо посидеть было бы. А возраст уже на ножках не очень. Девять скамейк установят в течение нескольких часов. Всего в сквере их будет 15. Для еще большего комфорта перестелют тротуарные плиткой дорожки. Оборудуют пандусы для малоподвижных людей и для родителей, гуляющих с детскими колясками. Зеленую зону тоже облагородят. Побольше поливать, потому что газон-то, видите, то есть полив, лето тяжелое, сухое очень, и полив нужно организовывать. Систематические вот прыскалки всякие там, автоматические всякие поливы существуют сегодня, капельные поливы. Ну, короче, надо озеленять, потому что, видите, все подсохло. Старые сухие и аллергенные кусты срезают на их место, высадят быстро растущие и дающие густую тень деревья, которые хорошо переносят местный климат. Подсадят по периметру их военные кустарники. Уже в октябре сквер будет выглядеть иначе. Десять лет назад группа террористов захватила школу номер один в городе Беслан, Северная Осетия. В результате теракта погибло более 300 человек. Большинство жертв – дети. В Анапе, в сквере боевой славы, прошла акция памяти погибших в Беслане детей и взрослых. 334 человека погибли в результате теракта в Беслане. С 1 по 3 сентября террористы держали в заложниках более 1100 человек. На митинг памяти жертв трагедии в сквере боевой славы собрались студенты и преподаватели вузов, участники контртеррористических операций и афганской войны, представители управления по делам молодежи. Сегодня терроризм принял международный масштаб. И прогрессивное человечество ведет активную борьбу против терроризма. Мне, как участнику войны в Афганистане, приходилось бороться с террористическими группами, которые направились на территорию Советского Союза для проведения террористических актов. Необходимо делать такие встречи, наверное, и именно в таких местах. Для того, чтобы было меньше его, для того, чтобы впредь не допускалось такого, мы должны всегда помнить о всех страшных событиях, всегда держать руку на пульсе, потому что те, кто этим занимается, никогда не дремлет. На митинге вспомнили трагические события тех дней и минутой молчания почтили память невинных жертв, отпустив в небо белые воздушные шары – символ мира. К мемориалу участники памятной акции возложили цветы и поставили свечи, как символ жизни и вечной памяти. Продолжаем выпуск. Зебры и железные кони – урок безопасного обращения с этими дорожными животными проводят сотрудники ГИБДД в каждой школе. В первые дни нового учебного года на одном из таких уроков побывала наша съемочная группа. Первоклассники ловят каждое слово и дружно отвечают на вопросы сотрудников ГИБДД. А что мы знаем? На какой сигнал переходить, да? На сигнал. И новые задания, интересные, познавательные и творческие, выполняют с удовольствием. Нарисован знак, но он не до конца. Вот, допустим, вот это знак больницы. А вы дорисовываете ручкой, как вы думаете, что здесь должно находиться. У каждого будут разные знаки. Один листочек на одну парку. Хорошо? Заодно посмотрим, как вы знаете дорожные знаки. Дорисовывают старательно. Знак больницы получился очень сердечным. Там наверняка окажут самую быструю медпомощь. После сдачи теоретического экзамена юным участникам дорожного движения вручили первые документы. Настоящее удостоверение юных пешеходов. От восторга и гордости у малышей даже руки дрожат. Ежегодно на территории муниципального образования город-курот Анапа 2 сентября проходит День безопасности. В этом году сотрудники отдела ГИБДД совместно с БАЙ-клубом города Анапа провели День безопасности в средней школе номер Си. Цель данного мероприятия – приявить навыки поведения детям на улицах и дорогах Краснодарского края. С 1 сентября на территории муниципального образования город-курот Анапа стартует месячник безопасности. В рамках реализации этого месячника наше образовательное учреждение совместно с БАЙ-клубом нашим, совместно с инспекторами ГИБДД провели первое в школе занятие с самыми маленькими, с самыми трогательными жителями нашей школы, первочками. Они сегодня получили у нас после прохождения курса обучения вот такие удостоверения юных пешеходов. Ребята для себя узнали много нового, потому что с ними сегодня работали специалисты. Спасибо за сотрудничество нашему байкерскому клубу и нашему отделу ГИБДД по городу-курорту Анапа. Уже опытные теоретики приступили к практическим занятиям. Первоклассникам разрешили посидеть за рулем мототранспорта. Разумеется, безопасный под присмотром взрослых. И если дети узнали правила дорожного движения на уроке, родителям представителей мото-клуба напомнили еще раз. Хотел бы попросить родителей, чтобы они рассказали и показали своим детям о безопасности дорожного движения. Будьте внимательны. Будьте внимательны во всем, будьте внимательны на дорогах. Спасибо. Выбор профессии, выбор судьбы. Кто и что влияет на определение специальности в большей степени. Мы спросили у лавчан и гостей курорта, помогла ли им школа определиться с выбором специальности и работы. Повлияло. Я стала учителем в школе. Мне просто хотелось побыть по ту сторону. Я была всегда учеником, мне хотелось стать другой стороны. То есть стать именно учителем. Образование было, конечно, раньше на уровне гораздо лучше, чем сейчас. Ну, как культура, воспитание. Учителя очень хорошо участвовали в жизни учеников. Давали советы, общались гораздо больше, чем сейчас. Давали бесплатные консультации, бесплатно помогали. Хорошо было. Повлияло, не повлияло. Были те времена, когда люди шли, кончали вузы, потом, значит, работали инженерами. Хоть зарплаты не баловали, как и сейчас пенсии, не балуют, к сожалению, это так. Вот. Ну, в основном, конечно, жизнь диктовала. Первая моя учительница Матвеева Лидия Николаевна. И вторая, можно сказать, основная классная руководитель Александровна Кулешова, которая, ну, как бы, влияла на мое воспитание. Дай Бог ей здоровья. Она, как бы, была таким строгим учителем, требовательным. Ну, и что воспитывала в своем роде характер такой, который помогает жизни. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайной медной горы» и «Золотой цирк» Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят, как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайной медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайной медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята! «Золотой цирк» Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка «Великого клоуна». Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь! В четверг, 4 сентября, в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 30-32, ночью 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин